Зять сидел вот так вручную, все держал, все, оно все равно хлестало, да, и он говорил, кипяток больным. Давление поднимается, зашкаливает пульс. Виолетта Брониславовна до сих пор не может прийти в себя после бессонных суток в ночь на понедельник. Ее разбудил шум, рванула труба. В комнатах хлынул кипяток. В три часа ночи, да, здесь свич прям из трубы горячей воды пошел. Я позвонила сразу в аварийную службу. Мне сказали, вы на очереди десятые. Значит, ждите. И вот проходит полчаса, мы звоним еще, и вот так вот периодически все. Вот три часа было, да, мы звонили. С полтретьего, вот у меня есть доказательство, только в 5.25 приехала к нам аварийная. Результаты промедления аварийной службы не заставили себя ждать. Стена промокла, пол вздулся, ковры на мусорку. Ущерб на десятки тысяч рублей. А вода примерно докуда была вот уже? Если вот так брать, то почти колодка у нас была. Ну, представьте, два с половиной часа, да. Просто она впитала в полотенца, в постельные. Нашему телеканалу юристы пояснили, что аварийная бригада ни в коем случае не должна была медлить с выездом на место ЧП. Существует постановление госстроя номер 170, который регламентирует предельные сроки устранения неисправности на трубопроводах горячего водоснабжения, отопления, то есть, ну, раз это связано с горячей водой, в любом случае это или то, или другое. И там у нас срок стоит немедленно. То есть, ни в коем случае устранение такого рода неисправности не могло занимать дольше получаса. Почему аварийная служба так долго ехала, нам попытались пояснить и в управляющей организации «Каскад», который обслуживает дом. Были ли какие-то зафиксированные коммунальные аварии в квартирах в связи с ЧП на ТЭЦ? Информации такой не поступало с диспетчерской. Ну и чисто физически они не должны быть связаны с данным нашим происшествием. По чьей вине произошла коммунальная авария. Вопрос, наверное, не приоритетный. Самое важное, кто будет оплачивать дорогостоящий ремонт в квартире пенсионерки Виолетты Брониславовны. Управляющие компании заверили, что заботы об этом лягут на плечи аварийной службы, которая не приехала вовремя. Последние, кстати, уже сделали выговор. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Николай Шилко. День с толком.